фрактальность всего фрактальность мира ну у меня называется или само так вышло ну типа может может мы все мир сам создался да как нам говорят так хрязь взорвалось потом каким-то непонятным образом без всякого вмешательства там сверх разума или еще чем-нибудь соединилось удачно появилась большой взрыв до большой этот вода бум соединилась взорвалось получилось само собой соединилась планеты и звезды вау потом жизнь откуда-то взялась сама собой вау вот это да а мы тут что-то гадаем сидим как же она это почему везде такие закономерности чё почему везде такой порядок то а вон оно что оказывается все само так получилось вот ведь незадача решить сама появилась да и вообще то что просто какая фантастика из обезьяны человек это сейчас мы уверены в этом когда-то мы уверен знали иначе до девятнадцатого века не не позднее а вот девятнадцатом веке произошла интересная фигня после которой мы стали строить то у ежищика в котором мы живем сейчас а до этого было вполне красиво покажи да давайте посмотрим на фракталы в архитектуре в общем у или несколько видео об этом есть есть еще такой фильм перезагрузка двухчасовой там немного упоминается про фракталы но как бы тема смежная а тут вот конкретно своды храмов в общем здесь представлены своды храмов планировка связи вот видите планы храмов потом по это чертежи rose windows вот один из них еще один розетка по-русски розетка розеточки просто когда-то энергию давали с тех пор мы этот хрюшин пятачок по-прежнему называем розеткой потому что но оттуда идет энергия хотя казалось бы какая разница какая связь между розой цветком да и электричество не как например вот это вот что же это у нас такое синхрофазотрон только и на ином уровне работает 8 это синхрофазотрон действительно структура магнетрона в центре в одну сторону все закручивается далее друг по другому фрактальная семантика семантическая картинка случайности нет вообще это не для красоты это красиво безусловно но как говорил сухой генерал директор 1 одноименного к.б. если самолет некрасивый он не полетит то есть эта красота она функционально и кстати вот первом видео я об этом немножко поговорил и показал расчеты другой мужика с канала матлогер называется который сам того не знаю но показывает именно вот эти все картинки сразу windows и он показывает как фракталы формируются в круге неспроста а до этого я показывал как и такие же фрактальные картинки формируются звуком тематиком сайматик паттернс как говорят наши буржуины друзья причем вот мы видим разновидности всех этих ну здесь правда почему-то одно и то же видимо похоже просто картинку показывает а так вообще них конечно же разновидности огромное количество и вот понимаете в чем дело иногда хочется собрать побольше воедино показать разные типы примеры а тут не получится этого сделать замучаешься в любом случае запаришься собирать все вот эти rose windows розетки да что эти что розеточки в сводах которые в отдельных таких квадратах и ячейках замучаешься потому что это бесполезно собирать не придется потому что их уничтожают и все меньше и меньше только только с этим как по три храма строят так называемых храма новодел просто место для помолиться вот динамик то же время излучатель германии такой находится человек рунинштайн да там ты знаешь кто это валера подошел от измерителя магнитного поля внутри померил она там есть и намного больше чем даже от вай фая она пульсирующая периодически возникающие мощно то есть там можно если катушку поставить снимать энергию вот если хотелось бы тоже этим заняться измерить хоть один такой цветок или не знаю там окошечко валера же сделал он ходил и по церкви ходил и такой rose windows и измерял вот это не для красоты это устройство это излучатель можно долго дискутировать было что-то в центре не было там катушка стояла какая-то либо кристалл либо неважно это часть их устройства все конец дискуссии тоже однозначно это подтверждается опытами со звуком это подтверждается опытами расчетами вот изучение фрактальности и так далее ни одно ни один узорчик не случайен был в нашей цивилизации красота была не только гармонично но и функционально уже известно что такое пирамида для чего и нужны как работали купола остается просто еще немножко собрать чтобы была полная картинка ну давай дальше я просто почему сказал что не получится их все собрать вот даже в качестве картинок и будет миллионы да потому что это бесполезное занятие так как эти узоры они бесконечны более того узоры они рассчитывались исходя из конкретной ситуации конкретного места и конкретного здания потому что каждое здание на своей чистоте со своим функционалом своим значением и соответственно под это формировалась комплекс резонаторов rose windows является такими резонаторами и соответственно в каждом своем соборе эти резонаторы индивидуальны они есть типовые вот эти вот цветочки допустим 6 4 как вот клевер да 3 4 5 но да она вот основной излучатель скажем так он индивидуален и он неповторим но в то же время все фракталы фракталоподобно то есть они понятно по каким принципам то есть какая как машина казалось бы вот смотришь на поток машин да они все разные но если знать принцип если знаете что родовые признаки не видовые родовые несмотря на то что разного цвета разной там формы это все машины нужно абстрагироваться от мелочей вычините главное вот это главное функционал вот в этих всех вещах это фрактальность они построены по принципу фрактальности и для того чтобы управлять направлять энергией формой а сейчас вот посмотря то о чем вещает вот этот вот пользователь этот блогер да как ты его там назвал уже забыл мат матлогер мы математический ну лог это блогер в общем в общем более видео уже он говорит о математичности так скажем мира сам того не подозревая просто первые примеры так подожди у тебя идет стрим но ничего нет зашибись просто на канале идет трансляцию нам там макаров с цельнозором да друзья если тут ничего нету то переходите но получится так сделать придется так сделать я не знаю почему или сейчас идет ну в общем да не получилось нас настроить так быстро будем справляться сейчас я покажу видео если она сейчас загрузить сразу это просто набор фракталов под музыку до этого я смотрел первые за все они загрузятся что-то подтормаживает немножко есть такое я вообще другой чуть смотрел сейчас цельнозор фракталы первое видео донор придется сейчас вернее тебя загрузить в это не подключают услуги без вашего ведома поэтому я уже загружен у меня интернет живет своей жизни какой-то это жуть когда я уже вырубил браузер даже будь они цель вот здесь он показывает как раз это второе уже первый открой пожалуйста кристалл давай фрактальность путине цель и переходи на канал и там потому что здесь он уже показывает про она я тебя понял то есть ты где про планировку городов говоришь ясно да да кристалл что земля растущий кристалл за крепости звезды это тоже многоуровневый кристалл фрактальный и многоуровневый можно было стрелочкой справа вправо не важно вон где кристалл запыта гармонии кристалла да там где-то на две трети давай на 70 процентов и там идет видеоряд уже здравия соратники ну я не знаю как тут видеоряд запускать он будет тормозить еще больше просто перемотай на поставь на две трети да вот берут ну вот например это покажем так что вот этот блогер кстати у него тоже рисунок интересный не фрукт мандала да давай на она play и пусть он говорит слушай не знаю можно ли это показывать сейчас помимо ее видео почему бы нельзя поменьше сделала ту а в этом смысле скорость и звук отключу ну чем здесь получается что умножение на 2 до это умножение на 2 формуле формуле да там плюс еще идет да есть как бы одинарная последовательность двойная тройная он много-много сейчас может говорить это это не суть тут несколько фигур он показывает как они образовываются математических форм и на геометрии числа фибоначчи или нет это число фи да 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 есть пропорция есть число пи их число фи и вот таким число такой формы образуются вот это вот эта фигура но она фрактально по своей сути да это кардиоид а есть еще там нефроид и так далее это кардиоид как кардио сердце получается вот так и он образуется вот так если вихрь вот так огибает это одна из базовых формула там наверху показано зрение вот так да вот так образовывается это фарта фрактал вот по этой формуле и z равно двум допустим на неважно плюс какое-то число и вот это число в в этом фрактале мальдеброта так вот вот эта фигура образуется это базовая но это можно поставить 3 подставить там будет немножко другая фигура 4 и так далее то есть видео все прекрасно показано как эти фракталы по каким принципам по каким формула образуется и затем самое интересное что меняя немножко формулу то есть поставляя нужное число мы выставляем нужные формы rose windows вот это если три будет соответственно потом 4 покажем 56 это будет все фигуры rose windows она образуется таким образом немножко другой диаметр вот так эфирные вихри ходят вот поэтому все такой формы фрактальной и природоподобной она резонирует с фракталами всей стены вся вселенная фрактально наши кровеносой системы в следующих видео показываю про шишковидную железу и так далее что она тоже фрактально почему шишечки везде у нас в места где нужно принимать излучать энергию шишечка стоит не к силу не городу казалось бы вертикальная а вот она принимает это тоже излучатель форма антенны только излучает не радиоволны нам привычные потому что радиоволны это полный извиняюсь задница полная это самый худший на способ передачи информации как вот четыре пожалуйста подставь в эту формулу и все и будет вот такой это тоже резонатор в так называемых готических странах храмах а готических храмов по всему миру полно ничего все с католически с религия на ней они не имеют что это есть в архитектуре это есть везде вот такие резонаторы rose windows ну даже созвучно rose windows и резонатор пожалуйста а вот эти где маленькие шишечки вот такие тоже как шишечка как корону вот и идет точки излучения вот в точках случаях идут новые то есть фрактальность фрактальность вот они пожалуйста четырех лучевые три веры на родносторонний крест а вот тут еще и в центре еще излучатели стоят вот и показываю rose windows и в местах наибольшей кучности то есть куда идут вибрации энергии вот пожалуйста потолок храмов вот там и так вот такой же рисунок вот она вот она любой формы то есть идет увеличение и по мере прогрессии идет соответственно геометрическая фигура то есть нет случайности никаких вот пошло увеличение вот пошли более сложные фигуры там если 6 8 но дело не только вот в цветочках там фрактальность идет по другим принципам более сложные фигуры образуются соответственно при каждым новым соответствующей выше частота тем более сложная фигура тем более взаимо сложные взаимовложенные взаимосвязанные фигуры идут вот они пошли вот разные 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 там было и то что ты показывал и вот но смотри какие фигуры образуются ну о чем я говорю что невозможно будет все собрать все вот эти вот все договора невозможно это бесполезно а тут я хочу остановиться ой не успел ну ладно не важно да не важно там просто был закрыл было закручены в одну и в другую сторону то есть как бы наложение гиро из windows до наложения то есть не просто личные вихры идут не просто одна частота разные наложения причем видимо они должны накладываться так четко да так сказать корректно чтобы она действительно работала как здесь вот а вот как здесь вот примерно тогда гармоники чтобы образовывались гармоники просто все на звуке число фи она же саженная система она не не спроста случайности вообще не бывает особенно в архитектуре нашей предыдущей цивилизации до захвата до 19 века все работало прекрасно свободной энергии еще до начала двадцатого года работала и трамваи бегали освещение было ой я бы сказал до какого работала в бразилии до 50-х годов не только в бразилии в америке например в китайских кварталах абсолютно точно существовали красивейшие эти фонари и фонарные системы именно работающие на тех же самых беспроводных принципах таких же все это можно найти спокойно свободном доступе на фото подборках том же яндекс просто набирать китайский квартал там 50-е годы америка рекомендую пинтерест прекрасно подбирает находит фотки много чего хорошая система немножко замороченная конечно там с регистрацией что там но там полно интересного вообще артефактов точно и очень много сейчас начали оцифровывать и вылазят именно оцифрованные маленькие маленькие как бы музеи маленькие какие-то хранилища где не до конца все зачистили и можно много чего найти интересного всплывают очень интересные вещи в частности у у андрея киреева радио халикова у различных у ирины пони на так называемые вот старые фотки черно-белые и гравюры так называемые ларисы мусу новой рекомендую то есть очень много у многих многих людей у которых и есть канал у которых нет канала они выкладывают владимир владимиров тоже просто фонтан фонтанирует а надо интересными фотками ларис мусу но и вообще на разные темы смежные с этой или вообще отдельные от этой ну так или иначе смежные полно полно нее материала за что я огромное спасибо потому что она мне очень помогла и там для видео и для статьи мне сказала материал так что лариса заходите это можно сказать она она часто где мелькает в планете вот я там и про нее говорил да так и есть мне очень интересно заходите смотрите ну я тоже ссылку на не дал видео про ротонда телепорта да да ротонды кстати тут смешно так есть в цифровом телевидении индийские каналы даже открываешь там фильм какой-нибудь любой там столько этих ротонда показывают просто вот какой-то фильм там идет я не помню название да вот они у них там бесконечные фильмы и там утра тонды вот прям вот стоят не знаю чуть ли не в пустыне там штук пять сразу показано телепорты реально да и индия одна из выживших стран то есть европа выжила ну чуть чуть не вся америка и индия снесли то в основном сибирь африку австралию центра цивилизации много всякие там жопы мира типа европы остались почти нетронутыми и вот мы сейчас выдаем это за великих предков друзья и ядерными взрывами африка в север африки в общем вы понимаете что что идет тот процесс движения всегда любой фрактал движения вот он хоть и застывший он все равно создает движение потому что он создан движением он создан как резонатором для того чтобы на определенной частоте скажем так ну как фильтр оптические либо звуковой неважно акустический на самом деле это не цифры мы сейчас показываем показывали движение энергии на определенных частотах и форма которая соответствует этой частоте этим вихрем этой энергии эфирной мне просто знаешь что интересно в данном случае да вот этих нарисованных именно этим математикой фракталов в том что что ведь это можно просто объяснить на бумаге без показа движения дать то есть рисуешь геометрия обычной геометрия и математика совмещенной вместе и можно ей все это изобразить как бы тоже запечатлеть то есть объяснить даже все это можно вот что самое интересное и это как бы это очень важно что даже с учетом тех знаний которые мы имеем сейчас эти вещи можно понять может быть не так глубоко как понимали раньше да но все таки это уже не достижение того что потому что мышление полностью другое нам сказали что энергия только электричество электричество только переменка все хотя куча других видов энергии нам сказали что вибрация только вот звук они же везде всякие всякие вибрации на всех уровнях сказали что мы сами по себе не связаны со вселенной а мы связаны со вселенной разными законами но ты тоже я законы кармата часто упоминаешь этого джона киллида вот он как раз очень близок был к этим вещам потому что у него там чуть ли не таблицы есть на какой частоте допустим вибрирует такая-то там частицы или там такая-то волна да то есть он у него например днк там не знаю там молекулы тогда мне насчет днк не знаю открыл знали или нет наверняка конечно знали больше чем нам говорят но он как бы даже указывал в какой степени до чего на какой частоте работает он все это знал поэтому вопрос откуда нам говорят о промышленной революции откуда перевороте в науке и так далее вы знаешь я думаю все таки он может быть он и гений но наверняка он пользовался уже естественно да а потом все это за до зачистили и даже его патентов нету ними и разрушили все его изобретения то есть есть фотография это все разрушена разбита только остатки такие лежат его двигатели все работало и моторчики были все было а потом нам дали тесту который перевел весь мир на переменный ток и сказали что до этого не было электричество переменки может и не было но все было поверьте все было мне лучше чем сейчас и отопление было и системы центрального отопления которые работали на паровое отопление пар но пар был не высокого давления низкого потому что чем соответственно ниже давление тем легче по этот пар получить там 50 градусов и закипает допустим чем если опустить давление и вот все работало работала на нагреве и было и клепка который сейчас нам не получить потому что нагревали на месте в любом месте практически где нужно было что-то склепать и такие токи были которые сейчас нам не получить неким генератором наверное есть замечательная статья у того же тех denser вот я хочу сказать что когда мы говорим про даже кирпичные строения храмы здание я уже много и часто замечают что эти кирпичи там но вообще вот посмотрите абсолютно разные абсолютно то есть видимо вот эти крутенные технологии волновые до частотные они использовались вот этими людьми которые возможно даже не знаю то ли знали они как их используют или не знали и вот эти кирпичи они просто вот как пластилин лепили как хотели в любой формы не заморачиваясь ни о чем так учет что они просто брали куда-нибудь ставили эту массу она превращалась в нужный кирпич вытягивалась или вот я даже не могу под не могу себе представить как они это делали чтобы это еще и колонны до фигуры статуи внутри здания как бы завитушки это вообще да как как они туда кусок за глины клали или или уже готовы кирпич нет я думаю по месту все делали потому как-то это было просто да было просто и как лёгко просто включил и жара пошла вот моментом это все облучил да и тебе все там бураса-сас сконструировалась а ты тут проект что-то хотел сказать это смотри красота смотри что внутри и в точках в узлах решетки идут другие фрактальные фигуры вытянуты красота получается в центре какая-то пучность была одна фигура и на вот в узлах резонирующих и от них идет другие фигуры да вот тут тоже другие фрактал в чистом виде причем красивейший замечательный не жалею что я такой не знаю тупая обезьяна такая что ничего не понимаю но я только начинаю понимать не волшебник только учусь а волшебники у нас были и жили это был прекрасный мир техномагии который уничтожила одна тварь и из-за этого сдастся но посмотри какая красота лицо может убрать не обязательно нечто подобное такой же принцип он в потолках индийских рамов нам сейчас посмотрим потому что ведь это мы уже рассматривали много где а вот и да у меня в серии по звуку тоже есть вот сейчас я наберу тогда на 2 не случайно вот 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 они у тебя все что тут набирать от вот это помешили да ладно ну например вот пожалуйста фрактал несколько уровневый и на гораздо сложнее сконструю сконструированный нежели вот простенькие розеточки до окошки там в католическом храме получается что все любуются католическими вот этими красотами в этом готическими соборами а любоваться надо вот эти смотри вот вот ну вот оставь вот тут где это даже у меня видео этого не было сейчас вот я даже не знаю это иран можно бумажные витражи нет это не то это счет другое это не бумажный витраж явно и тогда она готика готический орнамент просто написали готический орнамент и все но и талант по картинке можно найти да но это эффект форм посмотри как он образуется и как это все взаимовложенные структуры если представить в объеме какие вихри гуляли какими какие вихри создавались при вибрациях и при отсутствии заземления куполом и передавалась на эти фигуры и что творилось под куполом это просто неописуемо а мне знаешь что еще интересно ну хорошо создавали они такие фигуры как они доставляли туда сырье чтобы она там не упала вниз не на не заляпал настоящих внизу людей которые на это смотрят технику что это за сырье она что тут материалы разные вообще абсолютно разные материалы чтобы это надо нас наверху удержать да еще и ну допустим с помощью там каких-то волновых этих пушек вот создавать такую вот эту красоту просто вот мозгов не хватит понять вообще что на ум перед может прийти чтобы сообразить как они доставили материал что за тварь уничтожила такую цивилизацию да это у тебя такие вопросы куча тролли набегает да эта фигня так строили ты ничего не знаешь о храмах вырезали залезли туда все сделано бог не менее на начинаю задать конкретный вопрос в общем я в бан отправляю от десяти до ста человек ежедневно потому что злобные тролли не могут мягко говоря обосновать свою позицию как как вот это не случайно до мельчайшие элементы до внутри вот в каждом круге или отдельно это объем это фрактал посмотреть вот фрактальные фигуры вот это чисто в виде фрактал на одном из этапов на одном из уровне до сам просит показываю а вот это уже конечно такие сложные вот он фрактал вот он боже мой чем я тупо я за горь чем они мы обезьяны как так куча риторических вопросов откуда взялся гранит миллионы тонн на строительство питера как крепостными каким органам своим но лбом полагаю александровскую колонну эту александрийский столб подняли хотя бы не то что сделали фигуры вращения 700 тонн заготовка была больше тысячи тонн тысячу тонн повертика на станке ладно допустим сделали такой станок заставили вращаться с обменим чем пару тысяч оборотов иначе бесполезно обрабатывать а вот а вот такой фрактал смотри прямо уходит в бесконечность эта фигня и так строили на что-то три купола исаки только для помолиться не иначе вот никак иначе боженька не слышит если не не поднять колокольню повыше со слухом то у него плохо наверное надо выше задрать иначе он не увидит что мы ему поклоняемся если не позолотить купола причем обязательно средний золото и из-за ртути да там ртут это как-то моя моя мама применялась да 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 золото иначе же молитвы не идут жене ты что да простят меня сейчас все чувства всех верующих золото и серебро и медь и вот они постоянно везде соседствуют ртуть да вот об этом в основном ртуть в куче домов старых из стен буквально сочится ртуть находят я посмотрел по указать и начинают зачищать эти сообщения что обнаружили ртуть при реконструкции проделась ртуть и прочее начинают зачищать что тут было везде и было в огромные резервуары в 50-х годах детей заставляли умываться потому что считали что это полезно ртуть и умываться кару а сейчас говорят градусник разби и вызываем чес который конечно положили на все это дело нам мягко говоря врут очень мягко илья родин да я читаю чат но одним глазом да кстати насчет чата я еще не читал чат так что сейчас включу посмотреть то есть и мы начали мы подошли к фрактальности наверно следующая серия видео будет про голограммность этого мира потому что от фрактальности до голограммы один шаг мягко говоря ну а там и квантовые компьютеры там много чего если кто-то думает что канал в общем-то о нашей истории до до потопа до вторжения скажем так можно называть вещи своими нами это не потоп это не катаклизм это вторжение о дивный чудный мир новый дивный мир хороший ролик на мой взгляд посмотрите кто-то если тут еще не понял что с нами сделали посмотрите нет советует татьяна пригласить реставратора на стрим может он чё скажет конечно скажет что мы иду спасибо мой чат висит как-то мой чат висит вас я говорю у меня в интернет как я даже не знаю даже не в браузере дело своей жизнью живет ничего настроим просто мы видишь мы тебе не настроили ничего перед этим а у меня нет ничего вот видео и все меня только фото я даже не вижу ничего ребят у меня youtube он немножко мелко покоснет он ворует просмотры он ворует комменты он задерживает много чего прячет из поисков люди даже жалуются что они не писали того что там было то есть кто-то как будто меняет комментарии смысл комментариях вот такой пера слышу жалуются люди на аналоязычном сайте вообще в открытую человек заходит говорит я не писал такого что это за хрень там и изменен смысл это новая тактика мало того что youtube начал раскручивать всякую хрень абсолютно чем больше хрень ты говоришь тем больше тебя раскрутит youtube сто тысяч миллион просмотров иногда код только любой альтернативщик начнет что-то говорить про официальную историю либо нести абсолютную пургу в топ просто автоматом все увидят эту хрень чем большую чушь ты несешь тем больше денег ты получишь от youtube и самонизация и никак адрес не могу подтвердить второй раз весело ни копейки с youtube и не получил но без рекламы youtube еще ниже все просмотры все параметры нет вот ты зря ты включай монтизацию потому что будет продвижение взряд ты вот просто ну вот я что и говорю то есть ради денег надо ему смешные деньги нет им это выгодно от тебя продвижение так что зря ты так ну я же хочу как лучше вот чтобы больше видели надо использовать механизмы пока работают ну да пока даже мало того меня и новости приходят с youtube что даже когда у тебя выскакивает на монетизации желтый значок это типа не не всем подходишь там только чуть-чуть чуть-чуть сейчас youtube озадачился и для них найти для острых роликов найти рекламодателей чтобы и они зарабатываем что им им выгодно чтобы все ролики еще больше приносил доход так что они это просто на решать так что ты зря над механизм включать и все будет работать но это активно за и бока больше картинок хороших разных давай вот я завис на этих картинка потому что я не пойму как они делали даже когда что-то смотреть вот это да вот эти они уже тускнеют по сравнению с трехмерными многоуровневыми розетками если их можно так назвать мне тут пишут что типа типа на 3d принтере делаю все это делали как какой еще 3d принтер супер ну как какой 3d принтер он исправил его зависнет туда подожди кристаллы как можно заставить кристаллы принять такую форму потому что зеркала козырева примерно понятно как работают но там металл металл искажает свойства пространства времени у гребенникова это делалось тоже он много чего писал нового кристаллы именно кристаллы аргон вырабатывают у меня есть группа генератора аргона я с 8 года занимаюсь аргонной энергии генераторами аргона знаю немножко свойствах формой можно направлять торгон эфир аргон неважно эту целительную энергию об этом мораль много писал это энергия любви энергия жизни оргазмы все он начинал собственно изучение психологии энергии оргазма потом нашел вот эту энергию нашел как ее на ее направлять как и создавать и так далее я к чему говорю он создал устройство которое напоминает трубки органа плюс он много чего писал про формы то есть вот эти формы это точно для генерации вот этих вот энергии если туда немножко еще дать вибрация вибрации всегда везде есть то вот ну почему многие люди любят стать под куполом потому что даже заземленный он дает огромный поток энергии энергии там еще гуляют старых церквях в новых естественно нет потому что это имитация того что было раньше а вот старых церквях говорят намоленные ну здрасте они стоят на особых местах местах силы там потоки так ходят там еще все сгенерированы сделано так чтобы формы направлять эти энергии и люди реально могут подзарядиться плюс если добавить вибрации почему люди так вот в экстазе от концертных концертов органа да потому что вибрациями наполняется все помещение этой энергии и люди реально подпитываются оздоравливаются прочищаются мозги реально настраивается на высокие вибрации на авто единство с мером фрактал это то как устроена вселенная соответственно как-то находясь таком месте даже просто смотря вот информационный контакт образуется и мы тоже вы исцеляемся то есть мы становимся целыми цельными со вселенной даже просто рассматривание этих картинок она помогает наполняет но сознание прочищает и направляет куда надо не говоря уже о вибрациях то есть вот старые церкви это генераторы мощнейшие генераторы разных видов энергии в том числе и аргон от это жизненная энергия это никак не связано ни с какими имена даже не буду называть все имена придуманные в 19 веке то есть даже убрать все крестики с ноликами все символы религиозные все будет работать от этого целительская способность называемой церкви не уменьшится местами даже наоборот ну ты посмотри на эту прелесть да вот просто отдельные включаю фрагменты фрагменты фрагментарные то есть части и естественно для красоты да в то же время пуховые платки то же время наши и полих и гжели и остальные узоры это наши платки это ковры азиатские ковры фракталы в чистом виде кто не засыпал рассматривая ковер ну наверху молодежь ковры это прелесть до потолочек покажи до нажимай да новый канал молодец смотря на картинки нас на нормализует сознание вот они такие потолки вот эти вот элемент называется очень тупо гирьки потому что другого они не придумали ничего фрактальные излучатели на ручном цепи собирают все потоки эфиры направляют вниз то есть вот это получается максимум давай по нашему говоришь насти узлы заряда там геометрия идеально была геометрия направляли потоки энергии как и звезды крепости то есть они создавали свои формы стоячую волну купол и где вместо местах пучности стоял храм для управления всем этим которые звуком и обязательно штырь как приемник как мега антенна обелиск так называемый везде стоял к нему волновод иногда шел как и киринбурге как в питере как в сша этот огромный обелиск который якобы притащили язык то сколько обелиска по всему миру стоит колоннами и сколько статуй которые все из италии нету в италии столько мрамора столько статуй по всему миру не хватит Online Виталии специалистов не хватит чтобы по всему миру на строй не хватит там осень ничего не хоть то что там ничего и нет я в шоке. В Бангладеш откопали с глубины 5 метров статуи. Я показывал в своем видео про музей Ашаи. Обычные русские, европейские бабы. Полуголые, как полагается. Откуда, говорят? Англичане привезли. Конечно. И закопали на 5 метров. Больше некому это сделать. Больше некому, да. У них все англичане сделали. Не, почему? Англичане, итальянцы или французы. У нас итальянцы однозначно. Причем в Сибири там. Абсолютно верно. У нас вообще один Монферран все везде сделан. Ты не понимаешь ничего. И Оливис еще может быть где-то. Вот смотри, вблизи эти излучатели. А Пиранези наклепал десятки тысяч так называемых гравюр с качеством слабодостижимым еще 10 лет назад на принтере на бумаге к качествам современных и якобы все это один человек 1700 какого-то года, да. И 100 лет это якобы где-то в архивах хранилось. Прекрасно. Слушай, а что это за... Ну это вообще прямая... Да я говорю, смотри, вблизи прям можно рассмотреть вот эти вот излучатели. Поковырять бы, а? Что там внутри? Ну понятно, что цинк и ртуть, но что еще? Белая башня готическая, гостиная. Ладно, давай дальше. Ладно. Иди на... Мечети. Пора. Ну, можно и мечети там тоже. Интересненько. Так. Вот. Если, конечно, набрал то, что надо. Ну, в принципе, да. В принципе... Вот они, вот они. Начинаю, начнем вот с этого, допустим. Калейдоскоп. Вот это вообще нечто. Это просто... Но они, да, они все нечто. Вот она, форма. Все разные. И там печатные платы, смотри, там печатные антенны внутри, вшиты. То есть, это резонанс излучения формой направления и еще излучение антенны печатными платами, да. Пассивные антенны называются. Это пассивные резонаторы это называется, да. Они переизлучают. Но как они пассивные, если они в резонансе, они дают больше энергии, чем получают. Их так обозвали пассивные. Чтобы меньше вопросов было. Потому что энергии-то ниоткуда не берется, поэтому и пассивные. Да, в радиотехнике сейчас это называется пассивные резонаторы, да. Но потому что там действительно они больше не могут произвести. Но есть явление резонанса и в электроцепях, и везде, где энергия появляется из ниоткуда в сотни раз больше. И вот, вот, вот она. Эффект форм гребенников никто не отменял. Пожалуйста, вот. Вот она, огромный мега-излучатель. Вопрос, чего и куда. Назовем эту энергию аргону, условно аргон. Сейчас это все выключили. Все это заземлили и так далее. То есть, это не работает так, как работало раньше. Обратите внимание на два окна, где вот ниши, да. Вот это что там внутри за такие гребешки. Вот как это сделать? Эффект полосных структур. Вот это типа сотый. Смотри, сотовый. Смотри, здесь струра сверху. Да. Жесть. Они излучают. Там стоячие волны в каждой. И они друг в друга входят. Здесь что-то похожее на паутину. Это те же самые полосные структуры. Ячеистые, сотовые структуры. Наверху это... Спирали. Второе видео, смотри. Там показано, почему такая форма. Все это математически просчитано и обосновано. А, вот. Смотри. Здесь спирали с разной закруткой, а здесь соединяются. Спиралька, антенна, да. С разной закруткой. Королевидная антенна, она идет на верх. И вот сюда соединяется. Там кучность, да, да, да. Узел. Здесь кучность образуется. В общем, это нечто, друзья. И идет вверх, да. Это вот, не знаю, не передать. Это объяснить все невозможно. Да, вот сейчас вот здесь вот тоже посмотрим. Другие рисунки. А здесь вот они, платы, вот они. Нарисованы прям, выложены. Вот ячейство и структуру сверху. И все разные. И все ведь, знаешь... Не знаю, как с Марса. Да, я знаю про это свойство. Таких гротов полно, таких мест, где с одного места в одну сторону звук идет, вибрация. Потому что все сделано на узлы пучность, текущность, чтобы вся энергия, все вибрации, но энергия, вибрация есть энергия, в одно место фокусировались и оттуда перенаправлялись. Да, в том же Питере, в том же Петергофе есть такая комнатка внутри, где как бы четко, точно. Я вот показал, как звук распространяется в Соборской крепости, в Орле. Так называемая Соборская крепость, которую уважаемые разгадки истории почему-то снова назвал печкой, там, вагранкой какой-то. У него все, вагранка, округлые отверстия, это для того, чтобы отопление или охлаждение. Ну да, печки же обычно охлаждают, конечно. Я смотрю на эту композицию, я просто не пойму, что это. Это мне представляет сразу все. И там, допустим, структуру макромира и наномира. Да, фрактальность. Такую вот, сетчатую, какую-то паутиноподобную, паутинообразную. Ой. Вообще. Здесь попроще. Здесь попроще. Не знаю, как с Марса. Так я же объяснил. Да, в одном помещении ничего не слышно, что говорят в другом, как под границей. Да, такой есть Петергофе, такой есть. Потому что там одно направление движения энергии. Это не храмы, это технические устройства, генераторы и прочее. У них была цель. И там энергия, потоки ходили по направлениям, скажем так. И там есть такие места, да, где звук идет в одну сторону. Есть. Я что и пытаюсь сказать. Улицы, проспекты, это волноводы. В центре стоял храм. Очень много, в старых домах особенно, я вот показываю, либо арка, либо храм в центре. Вот дорога идет, идет прямая, долго-долго. И упирается в храм. Вот негде церковь построить, только в центре дороги. Ну, где логика? Это чтобы Богу проще дойти было? Чтоб он не заблудился? В центре всех дорог? Нет. Храм тоже в узле пучности, кучности, как угодно может называть это. Наша наука не разработала еще терминологию для того, что было ранее. Вот для этого точно не разработают терминологию. Они не знают, они сами не могут понять, как это вообще и что это. Да. Просто красиво для них и все. Естественно, так строили только для красоты. Никак иначе. А полумесяц это не резонатор, это реально символ Луны. Да. Тут еще и арабская вязь переплетается. Ну, если поизучать, как у нас, как бы мягче сказать, крестики немножко новые с фигуркой. Крестики без фигурок есть. Это фрактальные антенны. А крестики с фигуркой почему-то новые. И вот все, что касается фигурки, все нарисовано. Возвращаясь к теме статуи, почему-то за минимум 2000 лет христианства есть статуи всего чего угодно. Всех, всего пантеона так называемого римских богов. Куча обнаженных женщин и мужчин со всеми причиндалами натуральную величину в деталях, с прожилками, родинками, чего угодно. Но такого качества почему-то любимого, обожаемого того самого человека, спасителя, нет ни одной статуи. Ленивые были монахи. Ну, кстати, вот этим я тоже заморачивался. И пока... Ну, я не искал конкретно, но не видел ни разу, чтобы... Я искал. ...такое его качество существовало. Потому что в основном, в основном везде, там, что в храмах, да, там, готических статуи, они изображают... девятнадцатого века, да, да. Либо выдают старый храм за Христа. Вот в Милане так. Что-то было под вуалью, явно сбоку приделанный якобы терновый венец, который там вообще никак не помещается. Его как-то прилепили и сказали, что это типа труп Христа. И на этом основании меня Валера Крымский троллил. Говорит, вот тебе нашли статую. Давай сто тысяч. И целое видео сделал. Какой я нехороший. Надо ему ответить. Пуле уже ответил. Валера Крымский на очереди. Тролль еще тот. Работает по окну Овертона. Уводит народ. Мягко говоря, не туда. Непонятный масончик. Ладно. Оставлю его на потом. Не до него пока. Ну смотри, четко сотовые структуры. Сотовые абсолютно. Прям как ячеистые. Устройство улья внутри. Да. Не хотел бы я это слово говорить, но это просто эти принципы. Эти принципы построения. Ведь в сотах не зря не такой формы. Там иначе течет время, пространство проще. Там хранятся продукты классно. Многие чувствуют поток энергии. То есть структурируют соты на столько пространства, что там иначе течет энергии. И люди спят на сотах и чувствуют эффект исцеления. Там не пчелы лечат. Там эффект форм. Просто я поражаюсь. Красота. Если все это использовать в фэнтезийных, фэнтезических фильмах, чтобы изобразить какие-то миры, вселенные, вот пожалуйста, отсюда идеи. Вот они фрактальные. Сколько хочешь, бери идеи. Потому что их придумывать не надо. Просто отсюда копируешь и создаешь там 3D графикой там планету, которую... В играх 3D графика вся фрактальная. Вот это все фрактально. И фантастики нету. В Голливуде ничего не придумано вообще от слова совсем. Все готовенькое. Просто пользуются. Да, вот инфрактал. Подсолнух. Во втором фильме об этом говорю. Да, и почему у подсолнуха такое расположение тоже математически обосновано. И этот же математик об этом говорит. У него 3 замечательных видео. Более того, ученые, которые изучают квантовую физику, квантовую, разные там совпадения, эффект наблюдатель и так далее, они изучают вот это вот расположение шишечек. Потому что если таким образом расположить магнитные поля, мягко говоря, дохрена интересных эффектов появляется. Которые применяются каким-то образом в квантовой физике. Я ссылочку одну сделал на одного исследователя. Можно сделать еще, но пытался подключать. Вот они, печатные платы. Насчет квантовых вот этих вещей тоже надо бы не поинтересоваться. Да, вот, пожалуйста, видишь, вот они здесь прямо на стене. Здесь вот платы, вот структуры чистые и они все вместе да еще и вот с такими патчами. Да, это патч антенны, печатные платы, печатные антенны. Просто сделали рисунки и они работают. Все. Да, да, чуть-чуть из другого материала они будут излучать на своей волне. Здесь мало того, что эффект формы они еще усилили это таким плоскими антеннами, пассивными резонаторами, патч-антеннами. Можно называть как угодно. Все равно это будет неверно. Ну, ты посмотри. Цвета разные. Справа вот это вот как вот эти треугольники уходят. Вот если посмотреть фракталы именно рисунки современные и вот сравнить с этим один в один, но откуда были такие компьютерные мощности, чтобы просчитать фракталы, рисунки и наложить их на стены мечети. Ну, ниоткуда. По официальной версии ниоткуда. В перерывах между болезнями и когда там они отбивались от крестоносцев несколько веков, им было недопостроек такого, если верить официальной истории. У меня кроме какого-то смеха да и кота уже официальная история не вызывает ничего. Вообще ничего. Англичане, которые всей Азии все построили, включая крепости звезды, которые сейчас не построить никак, от слова совсем. Десятки тысяч крепостей звезд по всей Японии, чем самураи, какими там мечами делали. Я знаешь, я сейчас сохраняю эти картинки, я понимаю, что это невозможно. бесполезно. Я выложил пару сотен, вот оно на 28 минут. У меня еще 354 неиспользованных осталось. Я готовил серию видео, да, вот сохранял. Индийский храм, мы до индийских храмов еще не дошли. Вот оно, да, вот красота. Вот фрактал в чистом виде. Чтобы все их охватить, рассмотреть, объяснить. оставь. Вот, чем это делали? Не знаю. вырезали. Стамесками. Выбивали, да, стамесками, зубилами. Стали еще не было. Не важно, палками, каменными зубилами и каменным топором. Ну, допустим, вот с краю это надпись. Допустим, реально арабская. но внутри-то что? Непонятно. Почему именно такой? Он математически выверен, там случайностей нету вообще. От слова совсем. Тут определенно не случайно все это. Не просто как захотелось художнику изобразить. Конечно, конечно. Такого это невозможно придумать из головы, вот просто взять и выдумать вот так нарисовать. Невозможно. вообще. Всю жизнь будешь сидеть и думать. Вот в центре рисунок это как оградки, которые мы старые смотрели. Точно. Нечто подобное. Но они тоже излучали. А вот смотри, здесь шишечки есть. Стречья волна. Да, 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 да. Вот они все есть. Это фракталы. Да. И закрученные в разные стороны спиралевидные структуры. Да, да. разных. То есть, вот как клубиться, да, просто на дым обратите внимание, как он клубится, и вы поймете примерно, так грубо, примерно поймете закрутку этих вот вихрей. На воде можно посмотреть, да, как там эти крутятся. Вот мы сейчас обезьяны. нашли они процессор и смотрят на него. Вот симметричность нашли, рисуночек нашли. Вот примерно так. Обезьяны и очки. Да какой очки? Обезьяна и... Ноутбук. Ноутбук, да, точно. Причем местами ноутбук еще работает, то есть что-то чувствуют. Но обезьяны думают, что чем дольше долбишь по клавиатуре, чем сильнее, тем больше света. Это вот как ноутбук используют для освещения, да? Котинки же меняются. Можно орех разбить, попробовать. Ну да. Тоже полезная штука. Правда, он разобьется, перестанет работать, но тогда обезьяна расстроится. Не факт. Наоборот, обрадуется. Ура, получилось. Красота какая. Сочетание всего со всем. Да, на всех уровнях. Чтобы вселенная фрактальна, природа фрактальна, чтобы получать все энергии идут по фракталам, по принципу фрактала. Хочешь получить бесконечный поток энергии, сделай что-то фрактально. Направлять энергию можно фракталам. Потому что энергия не появляется и не уходит никуда. То есть мы не можем просто ее принять. Нужно пойти дальше. Нужно сделать поток энергии. Вечный. Волны шума находят везде. Соответственно, что мы делаем? Мы делаем форму, которая направляет поток энергии. Вот она. Вот она везде. и там нет никаких надписей. Все надписи, как у нас, сделаны немножко позже. В 19 веке. Одним и тем же Times New Roman. Одним шрифтом. Times New Roman. Время новое романское. Да, 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 да. Не зря он так назван. Совпадений не бывает. Да, да, это точно. Причем он такой тупой-притупой, то есть некрасивый, просто четкий. Он простейший, для печати. Все, больше ничего. И все наклепано, что на могилах так называемых старых, вот этим шрифтом, что на звездных крепостях, что на храмах так называемых, на памятниках. Стоял памятник, никого не трогал. Да, наклепали этим шрифтом. О. Быстренько так. Это памятник тому-то. Друзья, помните змейку? Детскую такую головоломку. Вот она. Вы играйте в нее, пожалуйста. Только она слишком сложная здесь какая-то. Да, это полостные структуры, это полостные резонаторы. Пустотные, я бы назвал их пустотные, полостные. А есть еще объемные, как я их называю, объемные резонаторы. Вот шишечка, один из них, из такого вида резонаторов. Как в Ватикане шишечка. Ой, да я говорю, там... Они везде такие шишечки были. Лаври, эти шишечки, там и колесики, там эти, крестики, круглые, там, ну я имею в виду, равносторонние. А шишек там много, и они... Потому что принцип-то, да, Василия Блаженного, спасана крови в Питере, копия. По официальной версии, 200 лет разницы в постройке. С какого? Один в один. И купола фрактальные. Тоже с шишечками. Это резонаторы Генгольца. Та же самая форма, как и фрактал Мальдетброта, если посмотреть в срезе. А если объемно фрактал Мальдетброта сделать, это вот тот же самый купол, и шишечки, тоже фрактальное расположение. И принцип золотого сечения в тех же построениях купол, да, вот у тебя там показана, допустим, колоннада, где используются вот эти вот, так скажем, расчеты Фибоначчи и золотое сечение. То есть все выверено так. Не то, что там, допустим, расстояние между колоннами такое, такое, там все именно вот с учетом этих систем, а не просто там, давайте здесь 10 метров разделим там на 5, да, и вот ровненько постоянно расстояние. Там совсем другой принцип. Все для звукового и волнового резонанса, да. Немножко раньше я показал, что вот эти вот храмы, так называемые античные, с помощью Тимура Гаранина, правда, его голосом наложил. Но это волноводы. Это волноводы. Об этом же говорит Мишин. Начал говорить. Молодец. Про антенны замечательное видео сделал. Если он еще про резонаторы сделает видео, проанализирует, сфокусирует. Прекрасно. Интересно, почему он начал говорить, а раньше этого не делал. Удивительно, да. И почему-то на канал Тимура Гаранина. Как-то, да. Кто же его надоумил-то? Где же он про него узнал-то? Удивительно. Вот красота. Золотое. Все. Да. Вот, друзья, знаете, что мне напомнило вот эту вот надпись. Вот как вот, знаете, график идет, там, возмущений, да, любой там, не знаю, где угодно, там, звуковая волна, или там частотный измеритель, там, там, полеет там каких-нибудь, или там измеритель, там, возмущение этого, только провода, да, там, не знаю, там, синусоиду измерять. Ты помнишь храм Магнетрон? Конечно. В котором мы на полу инструкцию нашли? Ну, реальная инструкция. Там вообще смотришь, и все показано, да, что куда идет. И здесь то же самое, поверь. То же самое, да, вот точно, вот здесь. Здесь инструкция для особо тупых. Пользователи, где искать книжечку инструкцию пользователей? Да вот она, прямо изображена, читай только. Пойми, как прочесть. Только мозгов не хватает. Не хватит. Чтобы вот этот график, да, допустим, понять, что здесь показано, и что за возмущения такие тут частотные, вот они. Алексей Комаровский, да, именно кардиограмма. Кардиограмма. То есть тут показано, какие энергии гуляют в этом куполе, да, все четко, потому что это на столетие, тысячелетие делалось. Тут инструкция была прямо, она не на бумажке рядом, она прямо вот на устройстве. На устройстве или прямо вот в архитектурных элементах она показана, инструкция. То есть вот допустим, немножко не здесь, а там, да, И одновременно, конечно же, она еще и рабочая, не просто на рисунке. Да, да. Это у нас в книжках рисуночек, чтобы просто посмотреть и вспомнить. Рисуночек, ну что, книжка, на 50 лет. Это на тысячелетие делалось. Вот они, мои любимые патч-антенны. А вот эти-то сейчас включим. Да вообще. Ну прелесть же. Ну прелесть. А вот. Да. Пожалуйста. Тоже формы. Но это явно не от дождя, крыша. И вот эти вот все рисунки, это вот немножко позже сделано, мягко говоря. Они немножко позже, но опять же... Нет, нет, нет. Вот смотри, надпись на арабском. А, надпись, возможно, да, возможно позже. Ну смотри, цвет другой, синий. И материал. Она явно... Ну... Ну очевидно все. Как у нас мы во всех храмах видели распятие так называемое. Новоделы. Тут надписи новодельные. Вот. А вот это вот старенькое. И с религией это вообще ну никак не связано. И вот такопроводящие шины идут сверху вниз. Да, причем их много. Сколько угодно. Да. Они задают стоячую волну поле. напряженное магнитное поле или это магнитное. Либо аргон. Не важно. Энергия. Сколько угодно создают этой энергии. Да. Поток. Вечный поток. То есть это не закончится. Это природное. пока не перекроют не заблокируют не сломают как сейчас да. Вот тогда убрали приемник убрали излучатели заземлили все что можно. А вот пожалуйста опять принцип видите закрутка в разную сторону здесь в одну потому что там шло да да противо вихри создавали для усиления вокруг этих колонн вихри гуляли по нашему допустим волноводы меняется полярность или там поляризация или там минус плюс там неважно ну один восходящий другой нисходящий там на самом деле все проще потому что мы там понимаем плюс и минус тогда это я думаю что-то другое понятие было опять подсолнух мы уже смотрели ну это тот же самый просто чуть поближе до раку красиво да конечно вот я уверен люди которые сюда ходят или просто как турист посмотреть или молящиеся если это мечеть они по-любому там внутри ощущают нечто особое то есть влияние вот этих узоров назовем их так просто узоры обязательно будет ощущаться обязательно не может такого быть чтобы это на тебя не воздействовало именно положительно а не то что там зашел испугался там убежал наверняка ходишь просто не хочешь уходить отчего билл не зритель а что интересно в яропольце извини жили ярополец что там интересно да можно набрать в чате человек предлагает поехать ярополис за зачем лисяка улыбака да лисяка умная оказывается на деференции волн стоячая волна да переотражение и в отличие от бегущей волны стоячая волна не расходуется то есть там всегда огромный объем океан энергии вибрациями создает стоячая волна под этим куполом и она не расходуется там просто катушку возьми и там в ней будет огромная энергия все все просто одна волна идет снизу там и лабиринт и это и почему и были полы железные а другая сверху купол купол огромный рупор огромный колокол какого-то колокола тоже стоячую волну делают покажу как смогу даже да с куполами это абсолютно верно купола старой крыши в питере люди которые меняли крыши говорят там сантиметр толщиной медные листы и меняют на современную порнографию один миллиметр меньше полмиллиметра специально перекрывать специально да да чтобы не восстановить там кто занимается подрядом он обогатился только за счет металлолома чистейшая медь с крыш огромное количество меняют на вот эту херню извиняюсь которая через 5-10 лет протечет а там огромные купола из такого замечательного металла чтобы они звенели резонировали это огромные колокола под куполом все жили который стал стоящую волну вниз гнал красота так можно еще другое показать например владимир ткачев в пирамиде вода не замерзает потому что там структура воды другая вода квазикристалл соответственно она и под куполом замерзать не будет а чё я хотел показать да капусту давайте посмотрим не рухать прикалываться я в хорошем смысле про умную лисяку лисяки хитрые в природе они очень хитрые вы хотели вот тоже фрактал есть у меня в природе вот это наверх капуста это тоже не зря свеклу молния по фракталам идет растение капуста есть замечательная фрактальная просто идеально фрактальная вот она вот да вот она пожалуйста все фрактал кровеносная нервная система шишковидная железа мозг люди это по большому счету фракталы запросто вот эту текстуру можно использовать в фантастических фильмах запросто просто брать готовую капусту что ты показываешь я я тебя не слышу Женя я тут я просто забыл микрофон включить оказывается говорю говорю я это почувствовал я смотрю гуляю показываю показываю а звук не издаю да я говорю что вот пожалуйста готовую капусту берешь и используешь в тех же фантастических фильмах текстура готовая все или вот что это такое да нет фантастических фильмов они все реальные все реальные фильмы это кактусы тоже самое закрутка да причем в основном правосторонние о как даже так вот он фрактальный да наша днк закрутка и фрактал потому что нити складываются вот похожие формы вот стебель растения увеличены любой какой хотите берете а проще будет рисунок посложнее как здесь обязательно те же принципы в любом случае соответственно все они какую-то энергию принимают потому что лучшие антенны это фрактальные папоротник там например или кленовый лист мистер андерсон про космос не фантастика фантастику нам сейчас показывают под видом передач наса и так далее потому что в космос мы не летаем но это не значит что его нет попрошу он просто немножко другой да нам просто показывают освоение космоса полета так что фантастики нет абсолютно грибы да растут фрактальные если правильные грибы поесть то все фракталы все начинают видеть поверьте мы ничего не советуем ничего не призываем никому да это как бы у нас просто наблюдение из жизни да просто наверняка такой может о пожалуйста что это такое сам не знаю что сейчас показываю просто видим рисунок это фракталы да есть рисунки а есть реальности вот это раскрашенные фракталы да вот и сейчас мы увидим я хотел чтобы ты это показал вот там есть фиолетовые это вот те же самые рисунки которые мы видели на вот они полостные структуры купола вот эти пролесни да вот вот это да сам выберите лучше видно ну да ну вот видишь похожее на купола что мы видели гирь вот она гирь еще да 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 узлы пучности вот они вокруг нее либо rose windows и так далее но все это тематика проверяется то есть подача определенной встречи волны на воду то же самое вот вот в центре да вот чуть выше того что сейчас нажал вот на это да нажми маленькая картинка маленькая но тем не менее это тот самый рисунок скажем так и форма одной из мечетей что показывал давай дальше немножко другие уже тут ну вот это нужно запомнить и вот такой потолок в индии в храме одном интересно ну можно даже скачать хотя зачем я это делал потому что этих рисунков миллиарды неверно да 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 просто их не затереть просто не надо опасаться черно-белые фотографии могут затереть а это цветки все по тому же принципу это не это 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 раскрашенный фрактал тоже фракталы арты видим это арты какие-то да это определенная форма определенная вот а вот это уже цветки да набери пожалуйста храм вы не потолок мы берем потолок купол потолок до купон потолок да а то купол сверху снаружи покажет важно там есть да и будет выйдем яндекс выйдет вот оно да смотри фракталы и поехали прям вот один за другим в новых классе открывать да ну оно все видно не видео то есть вот такие же рисунки как сейчас рассматривали такие следующие вот потыкайся прям вот здесь где угодно справа влево 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 вот оно да исключительно только ну так совпало что-то фрактальные рисунки ведь давайте такие висюльки сосульки и висюльки и сами змейки эти и вон наверху у кружочки но это ладно это еще сложно увидеть фрактальность колонна как колонна вот где-нибудь ниже там где круги увидишь но это то же самое например здесь маленькая маленькая то же самое что-то ну ладно вот и вот вблизи но вон там где круг и вот любой круг увидеть внизу по центру ты уже на колонну ушел давай здесь да еще правее вот вот он фрактал вот она да и вот тут может не стакать сколько угодно вот он еще один фрактал это четко фрактал в то же время rose windows только не объемная структура полосная не полосная а выпуклая объемные и называют объемные это объемный резонатор вот он объемный резонатор еще один это четко паутинчатые вот как паутинки на это фрактальные как кружево кружева фракталы не зря наши русские кружева да 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 это память это память народная осталось видит творчество вот она пожалуйста объемные резонатор это динамик гена гигантский каменный динамик но в то же время это и рупор рупорная антенна для создания стоячей волны вот она там все рассчитано все математически точно выверено на по замере длину волны определяется элементарно вот она дальше поскочи покажи я все это показываю и в слайд-шоу и в своем фильме как могу вот сознание это просто не вмещает потому что это пока разнообразие здесь спасибо за призыв поддержать лайками это полезно потому что youtube нас мягко говоря обижает ютубу нужно объяснить что мы хорошие только лайками это делается только репостом репост тоже оружие потому что очень много троллей платных и роботов в соцсетях и везде которые сознательно уводят сторону и репостят таких же троллей довольно таки раскрученные каналы ничего не имея против но многие почувствовали что и кого youtube раскручивает и чем больше ты уводишь людей в сторону от сути вот ответа кто и когда тем больше ты не получаешь тем больше тебя репосте очень много репостов ненужного так что спасибо тем соратникам которые репостят нужные правильные вещи и наши видео с жене и многие другие кунгурова например вот единственный человек который всегда и по делу я не совсем там не со всеми его мыслями согласен но это человек который называет вещи своими именами и реально никаких фантазий обосновывает это то чему можно получиться у него смотри как красота просто красота повторение только уменьшается этот диаметр да 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 с определенным сдвигом с определенным расстоянием там стоячая волна именно как это большая фрактальная антенна фрактальная у меня нет слов это красота ну это все технологичная это для целей ну вот наверное идет отсюда увеличение частоты сюда я так да 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 с каждым кругом с каждым уровнем только скажем переход да вот как как они создали как они чтобы знать зазор какой между ними расстояние струкли ты что у нас крепостные в лаптях были гениальные вообще с камнями работать да как-то резали их а там гениальные даже не знаю как это называется вот вот это очень не тактально знаешь вот напоминает звездные врата портал такой это это порталы есть как в ротондах в ротондах я показывал в питере излучатели а тут вот они излучатели вот они цветочки эти я вот фокус где то есть например на расстоянии от этого стоячая волна и там фокус там идет определенный перенахлёст и там изменялась все течение времени пространство чего угодно там и связи и телепортации все что угодно на зависимости от того что посылаешь все это управляется это как та же самая антенна фазированная антенная решетка да вот фазированная сигнал подаёшь она же выставляет множественность здесь тоже излучателей да да и управляется боль лучшая пучность чем вот так который поворачивается даже параболическая спектр частот лучший фокус и так далее да причем не абы каких чистот а конкретно подобранных до сочетания то есть гармоника как ты говоришь вот кто-то вот что для того чтобы богу помолиться вот нужно вот это вот все было индийским богам шиши шиве там кришне и прочей раме шоу так ну кажется прилепили сюда просто нет это тоже не просто тоже излучателем фигурка вот это нормально или это может быть это по цвету отличается этому может быть позже на наводил чтобы показать что это к религии как-то им имеет отношение так что друзья вот так вот для сравнения показали разные абсолютно разные фракталы в разных храмов комплексы да там разных религий назовем это религии да но на самом деле это то же самое что люди молятся даете и люди молятся там условно nissan или porsche принцип один эта машина е-мое а может такие есть как раз может быть потому что сейчас движение на самом деле нет это даже это смешно но без смеха таких движений на любой случай например не удивлюсь если есть движение любясь их зубные щетки изображать щетки или там есть мишка форианство ты что паст форианство святому дуршлагу люди молятся это прикалывается конечно но для них это целое движение образует этот прикол это самая здравая религия на мой взгляд вот то же самое если красота вот эту ну что это случайно это такая люстра да да чтобы сюда лампочка вот в пиндюрите она светила чтобы все иначе никак это крышни без этого не молится не так не помолиться или шиви там условно кому угодно калий дзен не постичь в общем вот без такого потолка мне пишут для меня пелетение как медитация а так оно и есть по сути дела если создаешь узор да ну считай то что ты входишь в резонанс с ним получается своего своеобразная медитация кстати говоря да я не раз замечал когда еще там видел как виртуозно кто-нибудь играет на гитаре просто акустическое что-то реально человек играет и входит в транс вот ты сидишь смотришь как он играет там что-то мелодичное думаешь что это с ним происходит и и идти и и ты сам постепенно куда-то втягиваешься транс шаманы хорошо входит даже без мухоморов и не понимаешь что с тобой происходит и что с человеком напротив происходит хотя он просто на гитаре играет мужик в бубен можно о какая красота и на полу случайно такой рисунок но случайно из разных кристаллов то есть он стоячие волны ни разу не производит ну просто красиво но так сложили ну вот иначе никак не молитс никак без этого никак тут не обязательно не просто надо круг нарисовать а вот так заморачиваться чтобы башка потом пухло тоже фрактал да без расчета без математики такой не сделать то что там же гениальные люди были сами по всем а потом бы резко все забыли резко все забыли и все и сейчас когда восстанавливать какие-то фигуры просто лепнину или 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 не дай бог скульптуры то мягко говоря не могут не то что не могут они их так уродуют что лучше бы не делали лучше бы нет рода специально до чтобы скрыть величие прошлого делают примитивизируют специально под видом реставрации делают примитив уж нам тут советовали пригласить реставратора ох друзья реставратора чего меня радует реставраторы исторических каких-то событий так искренним это все верят что они там на реставрируют эти реставраторы что они нам расскажут что мы не о том говорим нет не то говорим а что он не забирается куликово поле было недавно серьезными вещами причем даже не первого там еще реставрации знаку льковской битвы допустим да который почему-то мне несколько раз была или бородинского сражения если посчитать сколько пришло этих французов сколько им всего надо было покушать одна подхода максимум 700 килограмм ну хорошо тонну на одного человека сколько нужно амуниции и питания потому что крестьяне ну мягко не прокормили бы все это готового никто ничего не ждал то 700 километров обоз обоз только этот обоз тянут лошади лошадкам нужно что-то кушать куда-то какать ну ладно какать бог с ним кушать пить естественно как лошадь отдыхать лошадь это не верблюды хотя и верблюд пьет много мягко говоря рядом надо гнать еще запасную лошадь сотни тысяч лошадей попоны чтобы тепло иначе она простынет мягко говоря смотри запасные лошади их тоже нужно содержать да они просто они будут идти и отдыхать или их там может их везли на на трейлере они просто стояли и ржали там то есть и это все делают не солдаты это соответственно еще вот эти вот сто тысяч которые пришли якобы или сколько там полмиллиона неважно соответственно нужно умножить на 2 потому что если как втирает официальная история того времени это нужно еще тащить кучу еды и амуниции и повоз всяких людей вплоть до лекарей и всего прочего обслуживающих персонала включая мягко говоря маркетанток женщин для чего там то есть это огромный табун людей которые просто не было во франции столько народу не было вот смотри красота какая это рупор динамик это огромный динамик вот это излучающий элемент большой мега фрактальные антенны хотел бы под этим вот под ним постоять посмотреть под почувствовать поток энергии но я так чувствую но вот в реале поставить это вообще круто то есть вся официальная наука это полный бред меня очень радует как бы при всем уважении к коллегам которые пытаются переживать то что уже пережеваны кем-то съедено вот этот официальные кто-то говорит что пётр был таким то кто-то говорит екатерина была на самом деле такой то ребята вы о чем вот реально вы о чем вся история в 19 веке придумана а кто-то говорят врагов после вторжения кто-то говорит что пиранези там что вы его обижаете да да мы всех обижаем и петра и катерину и это что чушь про него несете конечно же один человек в состоянии за всю жизнь напечатать высококлассных высокоточных этих так скажем гравюр в количестве не сотни а тысячи это человек-робот и супермен вот реально да он с твердой рукой такой это даже не матричный принтер это минимум струйный потому что напыление там такой толщины которая но не всякий стройный принтер достигнет и точность плюс там реально точно то есть если это немножко изменить фотошопе кое-что это будет фотография немножко ретуши наложить это будет четкое фото но четкое фото это нам когда делали историю хотели показать что это было еще сто лет назад такие развалины и нам впендюрили этого такого как монферрана который все построил так вот и который все нарисовал пиранези и потом это распихали по всем музеям всего мира даже в иваново оригинал пиранези в иваново построгорске в воронежской области там во всех практически во всех музеях что они там делают якобы в середине 19 века в массовом порядке куча художников со всей россии направлельно в инди рисовать блин одни и те же развалины что за чушь что за обязаловка такая они все едут в одно место со всего мира все художники рисовать одну и ту же хрень в риме что за мягко говоря совпадение я сейчас ругаться начну мне пишут владимир ткачев сейчас есть 3d принтеры на которых можно печатать целый дом да я в курсе но такого не напечатает ни один самый супер современный 3d принтер даже если он будет основан на квантовом компьютере каким образом можно гранитом что-то напечатать из гранита вот он цветочек вот он цветочек кружева даже не мрамор это что-то вроде гранита никто не знает какой это камень то же самое я был в музее Решаи в Бангладеш они называются черный базальт там куча вот этих вот напечатанных таким же 3d принтером объемных фигур кришны и чего угодно никто не знает откуда этот камень нигде нет таких месторождений не говоря о том что пять тысяч лет там сколько им присваивают официальной истории но не было не легированной стали чтобы камни вырезать не алмазных дисков и так далее мы ничего не знаем о прошлом я не понимаю соратников которые пережевывают официальную историю в личной переписке некоторые искренне молчат на мои вопросы есть хорошие каналы как бы но они не отвечают я говорю ну что ты делаешь давай не ври пожалуйста как вот это сделано один человек в своей книге он всем эту книгу предлагает за деньги про истинную веру Руси про истинное значение Александрийского столпа я говорю ты скажи как его сделали а в книге он пишет про то что наш флот реально брал Константинополь что за чушь это весьма раскрученный канал и он за денежки продает свои книги всем он утверждает что его дед ему все рассказал я говорю скажи как он это как это сделали ну ты посмотри какая прелесть это не волны прямо во всех направлениях смотри как лучики идут вот лучики действительно как вот горящие ну как вот солнышко нарисовано или как подсолнух опять же но это не солнышко без математики без расчетов такой не придумать не получится и такая форма да и ведь самое главное как бы какой бы гениальный не был так скажем скульптор или там скульптор инженер архитектор при всем своем желании при всем своих точных эскизах он никогда досконально четко и ровненько так не сделает при всем желании будет обязательно отклонение там в миллиметрах это будет совсем супер гениальный человек чтобы отклонение минимальное совсем и все равно будет пусть хоть в сантиметр ты скажи где он взял такие заворачивающиеся сверла потому что внутри пустота смотри прямые сверла видел победитовые и то камень ими сверлить мягко говоря замучаешься а вот как он там внутри пустоты сделал где он такие закругленные сверла закругленно изощренно изогнутые чтобы они работали под изгибом а не просто из-под выпадверта обязательно без этого ну никак а если у него рука сорвется ошибется да раз и все и запорота да скол все все заново делай целую это нужно какой твердости материал чтобы твердо гранита нет это нереально так сделать вручную или там даже сверлом ну вот это вот как сделать зубилом там и как там еще куча других посмотри посмотрим кучу других чебурашка тебе тоже привет ну например вот это да у меня подтормаживает потому что вот это это змейки колбасы что это здесь но это тоже самое шишечка такая тоже фрактальная форма смотри под видом змей да а волноводы в египте под видом барашков ну и что ну это волновод можно колоннами волновод сделать можно барашками какая разница мягко говоря вот они вот они так что друзья когда будете рассматривать такие вот фракталы залипните на часы ну я на полчаса залипните будете смотреть меня радует фрактал смотри это уже готический храм европейский но такой же фрактал и тот же принцип создание стоячей волны под ним направление вниз все вот они резонатор излучатели пассивный излучатель нам все излучало просто поэтому не нужно было проводов провода это нам руки связали этими сраными проводами нас перевели на на единственный вид энергии который можно взять только из проводов и сказать что все больше энергии нет нужно за то что вот за воду мы уже платим за воздух мы уже платим за передвижение мы уже платим и начали с того что начали платить за энергию да за электричество то что свободно и везде на канале стрим не грузит ну у Ильи там да что то мы не смогли я не знаю я захожу себе на канал я не вижу этого стрима я его видел но в общем там чат у тебя работал я даже не знаю как это выключить сейчас в общем лучше пользоваться старой версии классической и там запускать стримы там хотя бы все понятно где чего надо останавливать а на самом деле все останавливается в ОБС ну вот АПС не видит игнорирует все завершаешь там стрим допустим и у тебя через какое то время завершается он на канале вот вот это связь с потоком с ключом идет и когда он видит что то есть получается ты через ОБС управляешь своими трансляциями а не на канале непосредственно ну вот я даже не знаю сейчас как что остановить потому что я вот на своем канале захожу на свое видео у меня только вот он видеоряд слайд-шоу я не стал называть слайд-шоу назвал фоторяд под музыку и все спасибо всем кто смотрит за комментарии люди чувствуют с добром жалуются что кофе остывает Женя где Рома я не знаю где Рома я за него не отвечаю я ничего не знаю я никуда не летаю Рома сам за себя вот видите так что напишите ему комментарии куда-нибудь напишите ему там спросите он взрослый человек да взрослый человек кот который гуляет сама сам кошка сам по себе и кот сам по себе так что задать ему вопрос во роуз windows на потолке объемный да полосной и объемный все вместе прямо вот подкуп ну кто сказал что только в стенах это может быть стоящие волны и вертикально были не только горизонтально в том в том ее и прелесть что куда ее направь создай и она будет в любом направлении тебе находиться в одном и том же состоянии оставаться как прямой луч да так вот раз натянутая струна все и она есть волновод да и все и она никуда не денется вот здесь то же самое во вот они там такие потоки вот прямо вот поэтому можно визуализировать что там было как они друг другу входили что за поле там создавалось вот это просто что там у меня крыша едет что тут создавалось у меня крыша голограмма создавалась как вариант да именно врата между мирья да тут люди уже столько в чате предложения разных вариантов ну можно почитать чат давай что говорят я смотрю иногда читаю форму можно напечатать как пазлы и склеить ну пазлы это и есть фракталы вы понимаете в чем дело при склеивании будет смещение в любом случае швы да швы швов нету вы не заметите ничего но оно будет и все и тогда эта система уже будет как сказать запоротая мало того на миллиметр да и все вот длина волны будет не то просто нужна такая точность которая сейчас у нас не знаю в электронике используется даже не в скальпеле так что никак не о каком клее там не знаю там на пва тут клеили ну чё там да как любой клей отвалится он всегда будет соединениями то есть любое землетрясение а там все какой клей когда все рассчитано вибрации для того чтобы это вибрировало любой ну наш храм даже так называемый православный христианский зайди аукни и вибрации вот она пошла волна сразу все рассчитано на то и сетка фарадея как на окнах так и на стенах плюс заземление так и проводящие шины вот это вот собственно сначала мне кажется главное вот это все-таки железные штыри которые в стенах их много их из стен идет огромное количество видео про болхов я зашел в одну церковь еще старую которую даже большевики не использовали как склад то есть она просто в таком виде почти была вот разрушенная разграблена и там штырей с определенной промежутками идут из стен торчат сетка фарадея ну да это то же самое можно сказать про ограды то же самое можно сказать про решетки на окнах в храмах старых они разной формы кстати бывают решетки и они тоже работают для этого уже сделаны да они вот эту волну не выпускают они все концентрацию держат внутри так называемого храма с железными во всех храмах были железные полы какая красота ох на что я шмысль потерял да вот он фрактал вот полюбуйтесь погуглите в ютубе найдите фрактал красота рисунки фрактальные и вы увидите очень много похожего такого как вентилятор как винт любой винт для резонанса купола также устроены один главный купол вокруг несколько маленьких для резонанса для поддержки чистоты это не вентиляция нет я ну так как у меня интеллект на уровне обезьяны поэтому у меня еще хуже я вижу винт там не знаю самолета все на что хватает ассоциаций технологично то что технологично это факт больше на что не хватит других нету в загашнике нам их не дали и вот с какой точностью все это нужно сделать чтобы это было из монолита весь храм как единый кусок одного чего-то какая точность нужна для соблюдения длины волны для формирования правильной стоячей волны на нужной частоте когда ты делаешь блин звездную крепость огромную это точность который сейчас нашими теодолитами нашими лазерами и прочей хренью не достичь просто не достичь это был тот уровень который мы сейчас помыслить даже не можем поэтому сейчас коробки ляпают и все и достаточно и хватит с нас ну понятно для чего ляпают и кто и зачем это немножко другая тема это чуть позже будет на канале просто ну давайте изучать вот это я призываю и зрителей и соратников других каналов автора других каналов хватит блуждать по закопанным этажам можно в лесу блуждать долго деревья перебирать но группа деревьев это лес нужно увидеть лес за деревьями давайте изучать причины давайте изучать реальность камни не врут вот эти камни не врут все остальное домыслы я хочу чтобы было меньше домыслов и больше течение реальности вот она реальность перед нами и вот определенные законы которые по которым она построена вот предыдущие видео было шедеврально фото на фрактальность такой же как в индийском храме но это уже христианский храм похоже вроде когда здесь такие иконы и вот то же самое что мы видели в вот в фигурку в центре можно убрать ли поменять на что-то на излучатель наверняка он там и был резонатор вот там убрано уже вот эти излучатели ну это уже что нарисовано но это то же самое нарисовано да наводил явно вот тоже фрактал не грузится не грузится тебя подтормашивать нет некоторые они не грузится в любом случае даже если без трансляции потому что там что то ну да с этими с хостингом наверное вот фрактал это не для красоты это красиво но это не украшение оно конечно красиво да оно конечно украшает но оно не просто так украшает угу и не и вот казалось бы да вроде как с технической если стороны подходить оно все рабочее но оно одновременно и красивое потому оно и красивое что это все натуральное то есть природное вот в чем красота гармой в гармонии красота то она в она отсюда и берется конечно она будет красивая да конечно некрасивый самолет не летит да некрасивый самолет не летит точно сказано Влад не надо с больной головы на здоровую не крышка этим храмом и автор ни при чем это не мы нашли новые цели там их этих целей еще слава богу каких целей да он говорит что все крышка этим харамом авторы нашли врагам русского народа новые уничтоженные цели в индии вот не надо попрошу ну во первых это приплетать нас здесь мы не говорим где это а их много да 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 во вторых что называется всех не не перехреначишь в третьих неверно сказано неверно это индия и там сложно будет оправдать уничтожение таких храмов такой красоты чем-то как у нас идеологии либо экономикой как во франции во франции тоже горят церкви их сносят но и новый строит потому что все таки нужно окучивать и дебилизировать не только образованием но еще много чем комплекс работает так друзья ну что да поздновато наверное уже я как бы сказать я понимаю что вы любите посидеть подольше но я вот на данный момент схожу так что хватит мы в общем то уже долго сидим показываем рассказываем и наверное на этом можно завершить не в обиду друзья просто завтра вставать рано надо отдохнуть еще то есть завтра рабочий день целый да спасибо всем благодарю спасибо не рогату да спасибо что смотришь про кофе писала ты да 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 там еще были такие комментарии залипла на полчаса как в трансе было да я старался когда делаете спецэффекты думал как вы все это воспримете то есть рад что есть единомышленники которым не нужно ничего говорить я не понимаю же не комментарии которые люди говорят что а чего ты ничего не говоришь да блин если человек не понимает сам и не видит то словами это не передать на мысль в каком смысле я ничего не говорю нет а мне пишут комментарии что чего-то ничего не говоришь иногда ну если очевидно не видно зачем говорить что 2х24 если человек сам не понимает словами все это не передать и не описать что по фракталам я считаю минимальную информацию что портуть и так далее то есть ну друзья у нас просто значит порядок такой что если один говорит то другому говорить не надо иначе билиберда получится сами понимаете и перебивать это как бы некрасиво и я как бы тоже если вы заметили я тоже что-то говорил и говорил и многое и перемежал так что а постоянно ну тут речь идет о моих фильмах я иногда слайд-шоу делаю без без всего а ты про это говоришь да я не понял вот у меня в комментариях пишут что ты ничего не говоришь я немножко не понял ну вот тот последний твой фильм да там действительно накопилось материала его нужно было показать все эти вот красоты ну не выкидывать да самое то как вот релакс смотреть засыпать или не засыпать и вот один из комментариев был кофе говорит остыло потому что заварила кофе девушка одна говорит и на полчаса выпала из реальности начиналось конец фильма кофе холодный это любимый комментарий был за сегодня спасибо такие комментарии спасибо вам так да друзья в общем спасибо значит у Ильи мы постепенно наладим там на канале чтобы все показывало и ждите новых видео и стримов так что всем спасибо за общение за ваши комментарии вопросы и так далее всем добра Женя стримы оставь пожалуйста буду смотреть сначала хорошо я надеюсь Илья если захочешь тоже к себе его закачаешь с показом так завтра скачаем ладно добра да друзья всем добра приятных снов хороших фрактальных снов фрактальных снов всем пока 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 и пока